Здравствуйте! В эфире программа «Эксперт Плюс» и я ее ведущий, общественный деятель, руководитель Ассоциации опоры Святослав Данилов. Сегодня в студии «Город Плюс» мы поговорим о палеотивной медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Я представляю нашего гостя Павла Ткаченко, исполнительного директора благотворительного фонда «Детский хоспис». Павел, здравствуйте! Добрый день! Павел, скажите, пожалуйста, тема палеотивной медицинской помощи не так давно была поднята на самом высоком уровне. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин распорядился выделить больше денег на финансирование этой системы. Объясните, почему вдруг такое внимание этому уделяется? Ну, само по себе, палеотивная помощь – это довольно новое направление медицины в России, и у нас оно очень активно начало развиваться. И поскольку есть большая и яркая необходимость помощи как взрослым, так и детям палеотивным, то мы сейчас с нашей стороны, со стороны благотворительного фонда создаем детские хосписы, развиваем палеотивную помощь в регионах, и нам, конечно же, нужна помощь, помощь государства. И это было замечено спустя несколько лет, и вот. Ну, то есть вы ощущаете эту поддержку, или все-таки вот поговорили, да, на каком-то уровне? Нет, нет, мы, безусловно, ощущаем, поскольку сам детский хоспис создавался при поддержке государства, и мы регулярно рассказываем о структуре, когда бизнес, некоммерческие организации, и государства объединяются вместе, и получается очень активная и работа, и есть результат. Создаются хосписы. То есть, в принципе, вот в этой системе есть и бизнес в том числе, да? Обязательно. Без его участия, наверное, бы, ну, развиваться? Было бы очень тяжело. А вот вы упомянули и детскую, и взрослую. Объясните, пожалуйста, вот обывателю, да, в чем принципиальная разница палеотивной помощи детям и взрослым? Или такой разницы вообще нет? Есть разница именно в оказании, то, что есть разные заболевания. У взрослых есть разные заболевания, у детей. Но самое главное, нужен разный подход. И очень важно не забывать, что дети, они есть дети. Они любят играть, им нужен праздник. Если мы понимаем, что это ребенок палеотивный, у него, может быть, не осталось много времени, то наша задача наполнить каждый день жизнью яркими эмоциями, впечатлениями. И, в общем-то, я бы сказал, что это, наверное, самое основное отличие. Ну, то есть разница в подходе, да? Да. То есть для взрослых это более серьезная какая-то, да? Да. Ну, взрослые, они как бы, они прожили жизнь. Для них тоже важны мероприятия. Но поскольку мы занимаемся детьми, у нас основной задачей – это улучшение качества жизни. И чтобы для ребенка он не ощущал себя в больнице, находясь в детском хосписе, он должен чувствовать, что он в отеле, в Диснейленде, что каждый день какие-то яркие эмоции, и что-то новое его ждет на следующий день. Ну вот расскажите, пожалуйста, подробнее как раз-таки о детском хосписе, что это такое, давно ли появился, а когда он интересует какие-то основные стереотипы, которые о нем существуют. Буду рад. Вот. И да, наверное, первое, что хотелось бы рассказать, это что детский хоспис, когда ты говоришь, что ты работаешь в детском хосписе, или что есть такой детский хоспис, то у людей сразу же охватывает там страх или какие-то ассоциации там смерть, боль. И наша задача уже на протяжении 16 лет – это разрушать. Говорить, что детский хоспис – это про жизнь. И благотворительный фонд был создан в 2003 году, нам буквально недавно исполнилось 16 лет. Вот. А в 2010 году учредитель фонда, отец Александр, создал первый детский хоспис в России, он стал же третьим в мире. Угу. Вот. И идея была… Это в Петербурге. Да. Угу. Вот. И идея была, что именно это будет отель, это будет яркий дом, который не будет напоминать больницу. Но когда создавался детский хоспис, мы не знали, как его построить, что там должно быть, поскольку аналогов не было. И отец Александр спрашивал у детей, в каком месте им хотелось бы находиться, что они хотели бы видеть вокруг себя, как бы выглядела их палата. И поэтому любой человек, заходя в детский хоспис, я очень люблю, когда там приводишь кого-то, я люблю видеть, как рушится этот стереотип, что детский хоспис – это страшно, поскольку, заходя там в первый хоспис или в другие хосписы, которые мы уже создали, они никак не напоминают больницу. Если бы посторонний человек случайно зашел бы, то он бы не понял, что это больница. Это какое-то вот такое удивительное место. А сколько у вас одновременно может находиться, ребята? В хосписе, в первом хосписе 23 койки у нас. Но также у нас вот буквально полтора месяца назад мы открыли новый детский хоспис в Павловске, и через неделю сейчас активно готовим открытие первого детского хосписа в Московской области. И еще у вас Вольгина есть? И Вольгина, да. И в общей сложности сколько получается? Четыре стационара, да. Где-то сто человек примерно? Нет, наверное, чуть-чуть поменьше, но у нас еще есть выездная служба, поскольку мы, конечно, не можем вместить всех, то у нас очень активная выездная служба, которая мы совершаем порядка трех тысяч выездов в год, только по Петербургу. И в сам хоспис дети могут приезжать от двух недель и больше. То есть там, например, кто-то приедет, потом уедет домой, приедут новые дети. И у нас в хосписе живут дети с родителями. То есть у нас каждая палата – это место, где может, как полноценная такая маленькая квартирка, где живет и ребенок, и там мама или папа. А все четыре вот эти помещения, они различаются или они, ну, в принципе, одинаковые? Они сделаны в разном стиле и внешне, и внутренне, но суть одна, что все должно быть очень ярко, красочно и добро. По поводу ярко и красочно, у нас, кстати, есть ролик с вашего дня рождения. Давайте посмотрим. Буду. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Ну, действительно, как вы говорите, все ярко. Прокомментируйте, что это день рождения, да? Это наш день рождения. У нас в году несколько таких праздников, когда мы там 31 августа тоже перед школой и под Новый год устраиваем большие праздники для всех детей, приглашаем всех наших пациентов и родителей прийти. И, в общем-то, вот чуть-чуть в более меньшем масштабе у нас проходит так каждый день. По крайней мере, мы стараемся. А какие еще у вас есть внутренние проекты? Проектов тоже очень много. Буквально недавно закончилась акция «Белый цветок». Мы ее возродили. Это акция, которую начал император Николай II в 1911 году. И мы ее возобновили в Петербурге. Буквально через пару месяцев мы начинаем акцию «Добрый кофе». Это тоже акция, которую мы один раз провели в начале этого года, когда кофейни города, рестораны и другие кофейные заведения объединяются в поддержку детей. И ты можешь приобрести чашечку кофе, и часть средств пойдет на помощь детям. При этом идет очень... Здесь два момента. И сбор средств на помощь детям, и информационное освещение. Что мы рассказываем о детском хосписе в очень ярких красках. И, слава богу, нас поддерживают различные медийные личности, звезды, которые там та же елка сделала целую фотосессию с кофе, чтобы нас поддержать. То есть были такие яркие моменты. Еще более такая масштабная, яркая акция «У нас мечты сбываются». Когда мы понимаем, что детям предопределено определенное время, но мы не знаем, мы не всегда знаем, сколько там ребенок проживет. И очень важно, чтобы он радовался жизни. И, наверное, самое яркое, что мы можем сделать, это узнать и исполнить заветную мечту. И мы под Новый год, а теперь будем, скорее всего, и круглогодично исполнять заветные мечты. Они бывают очень яркие. Например, у нас девочка на коляске, 15 лет. При этом она очень стремится учиться, и она знает четыре языка. Русский, английский, норвежский и японский. Она изучает японскую культуру, и вот ее заветная мечта была попасть в Японию, увидеть вживую, пощупать, узнать культуру. Здорово, какие вы молодцы. Это очень важное дело. По поводу знаменитости, 31 августа в городе будет фестиваль. Крупный будет с городом. Насколько знаю, там известные личности будут выступать. И в том числе там будут площадки благотворительных фондов и детского хосписа. В двух словах буквально, что будет на площадке, что вы будете делать? Мы будем проводить несколько мастер-классов. Будем учить как раз делать белые цветы и журавликов. Белый цветок сделать очень просто. При этом это становится символом благотворительности и поддержки детей. А с нами будет большой-большой медведь. Пока не буду рассказывать подробности. Но с ним все любят фоткаться. Вот. И мы думаем еще над несколькими квестами. Если нам согласуют, то тоже будет очень весело. Супер. И у меня для вас буквально небольшой блиц. Три вопроса с короткими ответами, да? Каким главным качеством должен обладать наставник? Добротой и пониманием. Главное качество волонтера, который идет в детский хоспис? Он должен гореть. И как вы отдыхаете от работы? Бегаю и читаю. Здорово. Спасибо огромное, Павел, что пришли к нам в гости. Вы делаете действительно очень важное и нужное дело. Нашим зрителям я напомню, что в студии «Город плюс» был Павел Ткаченко, исполнительный директор благотворительного фонда «Детский хоспис». И в студии «Город плюс» мы поговорили о палеотивной помощи в Петербурге и проектах по развитию ее системы. Спасибо и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова